Уважаемый суд, в рамках данных неполномочий и с учетом технических проблем, связанных с организацией видеоконференц-связи через арбитражный суд Новосибирской области, разрешите мне кратко дать пояснение по делу. Итак, мы просим изменить мотивировочную часть решения суда, оспариваемую нами, по основаниям ничтожности соглашения о поступке требования между современными технологиями и период. Соглашение было заключено 23 июля 2012 года и было ничтожно с момента его заключения. Вот здесь представлена нами схема. Истец Абрис, ответчик современной технологии, современная технология предъявляет требования к Абрис. Это требование переуступает новому кредитору ЭЛИТ. Мы считаем, что данное требование было ничтожно на момент его переуступки. По основаниям 167-й Крошенцевого кодекса Российской Федерации. Почему мы так думаем? Потому что товар, который пересек российско-китайскую границу по подложным документам, при посредничестве Азия Лайн и благодаря усилиям руководства современной технологии, является контрабандным. Суд должен был дать надлежащую оценку этому важному обстоятельству для дела. В противном случае происходит совершенно противоположная ситуация, когда легализуется контрабандный товар и ничтожная сделка данным решением суда. Для нас эта ситуация создает препятствия в защите нарушенных прав. В самом деле, если следует логике суда, то Абрис следует защищаться от каждого нового кредитора. Однако, разумеется, такой способ защиты прав затруднительен. В силу процессуальных сложностей требует непомерных затрат на защиту нарушенных прав. И такой вывод является абсурдным. Кроме того, уважаемый суд, в материалах дела имеется предостаточно писем с возвратом от современных технологий, от перид, которые не получают корреспонденцию. Эта корреспонденция возвращается с отметкой адресат выбыл, адресат по указанному месту не значится, что явно указывает на недобросовестность данных субъектов предпринимательства. Поэтому, руководствуясь и суммируя все сказанное, мы просим изменить мотивировочную часть решения, начиная с предпоследнего абзаца странички 4 и до 7 абзаца странички 5, в части выводов о действительности уступки требования от 23 июля 2012 года по договору поставки товара номер 1110 от 11 января 2010 года, а также наличие неисполненных обязательств перед новым кредитором по ПИЛИД, и принять по делу новый судебный акт, которым прекратить все обязательства ИСЦА, вытекающие из указанного договора поставки. Мы также просим восстановить пропущенный процессуальный срок, если суд посчитает это обстоятельство, необходимо относительно нашей попытки обращения в 7 апелляционный арбитражный суд. Там, к сожалению, было вынесено постановление судебное без учета почтового продвига. Спасибо за внимание.